Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Дерсим. Топонимы Арцаха, Мемориальный камень, Пылыбух. Армянские пленные в Баку, террористы, заложники или предмет торговли. ПБС. Имеется риск дальнейшей эскалации. Канцлер Германии Олаф Шольц. Доклад под названием «Проблемы армянских учреждений в Турции». Памятник Шарлю Азнавуру установят на месте скульптуры Родена. Фестиваль армянского композиторского искусства в Ереване. Армянская идентичность Дерсим. Вокруг многих этнических групп существуют разногласия относительно того, кто они, когда оказались на исторической арене, какое происхождение имеют. Как в историко-культурном, так и в этническом плане территория, оккупированная из Западной Армении, кажется хорошо изучена. Однако возникающие изо дня в день проблемы, в свою очередь, говорят о том, что есть необходимость в более тщательных исследованиях. В этом плане важно изучение генеалогии алавитов и их обычаев быта и жизни, поскольку они живут на исторической территории армянской родины, и версии об армянском происхождении алавитов, пожалуй, наиболее близка к действительности. Как ни удивительно, несмотря на свою протурецкую позицию, несколько лет назад сделали смелое заявление вместо блюститель армянского патриарха Константинополя Атышан, заявив, что 90% алавитов в Турции армяне. Это имело политический подтекст и было сделано под давлением по заказу турецких властей, чтобы очередная истерия среди турецких националистов поднялась в отношении алавитов. Есть противоречивые данные о численности алавитов. Даже при самом ярком воображении трудно представить, что четверть населения современного турецкого государства – алавиты. Примечательно, что у алавитов нет необходимой составляющей своего национального единства. Они говорят на разных языках. Постепенно увеличивается количество людей, которые считают себя алавитами. Исследователи рассматривают алавитов не как нацию, а как религиозную общину. Из этого следует утверждение, что абсолютное большинство алавитов по происхождению – турки. Заблуждение исходит из того, что согласно Конституции Турции в стране нет национальных мишист, есть религиозные общины. Еще в начале прошлого века, в 1920-30-х годах, когда вспыхнуло Дарисимское восстание во главе с Саидом Рза, вновь не поднималась какая-либо религиозная проблема. Более того, алавиты курды и армяне совместно боролись против турецкого господства, результатом чего около 70 тысяч дарсимцев стали жертвой Ятагана. Для народа Арцаха, несмотря ни на что, юмор – неотъемлемая часть характера. Символом их любви к юмору и веселью стал памятник дворцовому клоуну Мелика Шахназара Варанды – Пылопух. Мемориальный камень Пылопух находится в пещере между селами Шош и Мехетарашен. Он был построен в 1976 году. Кто был известным арцахцем, ставшим символом радости – это реальный человек, который родился в 1731 году в деревне Шош в Варанды. Его настоящее имя – Погос. В народе он известен как Пылопух за его остроумие и веселость. Пыл означает «сумасшедший». Пылопух имел большой авторитет среди арцахцев. Его имя дошло и до предателя Варанды Мелика Шахназара, который остроуменного пыла пригласил жить к себе. Шут смело критиковал и высмеивал также неправильные решения Мелика. По этой причине шутки Пылопух связаны в основном с Мелик Шахназаром. Многие материалы хранятся в Институте археологии и этнографии Республики Армения, также в Ереванском музее литературы и искусства имени Егеша Чаренца. Пылопух скончался в 1810 году, однако до сих пор живет в фольклоре народа и известен во всех арцахских семьях. Памятник в природно-историческом завоведнике ущелья Уннот сохраняет живую память, передавая ее из поколения в поколение. В заключении в Баку остаются десятки армянских военнопленных, заложников войны и последних столкновений между двумя странами в Арцахе. Баку, который называет военнослужащих террористами, не спешит выдавать их Армении. Эти люди ставили разменные карты в переговорах, которые должны были привести к миру, а зашли в тупик. Об этом пишет русская служба Би-Би-Си в материале «Армянские пленные в Баку. Террористы-заложники или предмет торга». Би-Би-Си напоминает, что летом 2021 года Бакинский суд приговорил 13 армянских военнослужащих к шести годам лишения свободы. Их признали виновными в терроризме, незаконном хранении и ношении оружия, незаконном пересечении границы, а также создании вооруженных формирований. Баку утверждает, что на территории Азербайджана в заключении находятся 33 армянских военнослужащих. Но бывший омбудсмен Армении Арман Татуян говорит, что эта цифра, скорее всего, не соответствует действительности. В последние месяцы официальные власти Баку почти ничего не говорят о пленных. Эксперты считают, что пленные солдаты являются предметом торговли для Баку. Республика Западная Армения осуждает действия агрессора Баку, в то же время напоминает, что военные защищали границы государства Армения, а территория оккупирована бакинским государством. Вопрос пленных должен быть урегулирован при непосредственном участии международных структур Красного Креста и Красного Полумесяца. Они должны быть возвращены на родину. В настоящий момент для Германии крайне важно активизировать усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта между Арменией и властями Баку. Об этом заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ильхамом Алиевым канцлер Германии Олав Шольц. По его словам, Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на армяно-азербайджанской границе. Подобная ситуация не может длиться долго. Имеется риск дальнейшей эскалации. Об этом свидетельствуют события предыдущих месяцев и недель. Естественно, мы не забываем о гуманитарной ситуации на месте. Наша общая цель должна состоять в том, чтобы найти долгосрочные реальные решения этого конфликта во благо народа Арцаха. При этом добавив, что мирное урегулирование конфликта должно быть основано на сохранении территориальной ценности Армении и Азербайджана. Республика Западная Армения напоминает, власти Баку продолжают оккупировать территории признанного в 1920 году государства Армения, в то же время предъявляя претензии к другим регионам Армении. Власти Баку продолжают нарушать международные нормы, не следуя призывам к мирному решению вопроса. Завершен проект под названием «Современный взгляд на права коренных народов», инициированный фондом Гранта Динка в июле 2020 года. Опубликован окончательный результат проекта «Доклад Оганеса Калычага. Проблемы армянских учреждений в Турции и предложение их решений». Доклад подготовлен в результате 54 встреч с руководителем различных структур, также четырех конференций, в которых приняли участие академики, юристы и представители общественных организаций, чтобы оценить существующие проблемы и предложить решения для них. Доклад, который концентрируется на актуальных правовых, экономических, социальных проблемах армянских структур и предложениях по их решению, также направлен на повышение осведомленности политиков, неправительственных организаций и общественности о правах коренных народов. Английская версия доклада будет опубликована в апреле. Руководство Республики Западной Армении в 2022 году во время миссии в оккупированной Западной Армении также зафиксировало множество проблем, которые решаются по приоритетам. Напомним, что Драндинг был уроженцем Западной Армении, ставшей жертвой турецкого фашизма. Комиссия Совета старейшин Мэрии Еревана на сегодняшнем заседании одобрил проект, согласно которому в центре площади Франции установит памятник, увековечивающий память национального героя Армении, певца-композитора, общественного деятеля Шарля Азнавора. Отметим, что постоянной комиссией Совета старейшин Еревана по культуре, образованию и социальным вопросам был представлен проект, согласно которому предусматривалось установить в центре площади Франции памятник Шарлю Азнавуру, а скультуры Жюля Бюстена Ле Пажи Огюста Родена перенести в другое место. Решение Совета старейшин было принято единогласно 49 голосами «За». При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения с 16 по 20 марта в Ереване пройдет 14-й фестиваль армянского композиторского искусства. Фестиваль организован Государственным симфоническим оркестром Армении совместно с Союзом композиторов Армении. Фестиваль армянского композиторского искусства является одним из значимых событий культурной жизни Армении. С момента своего основания в 2010 году неукоснительно следует своей миссии сохранение, признание и расширение армянской классической и современной композиторской школы. Одним из важнейших компонентов фестиваля является аудиозапись, видеозапись сифонических и камерных произведений армянских композиторов, оцифровка и хранение партитур и оркестров. Произведения армянских композиторов, прозвучавших в ходе фестиваля, также публикуются на известных медиаплощадках. Фестиваль дает возможность наряду с музыкальным наследием великих композиторов представить произведения молодых и новоявленных композиторов. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok